...мёртвом море и пользоваться кремами на его основе запрещены христианам или нет? Священник говорит, что можно, но у меня возникли сомнения, так как море на месте греха. Поясните, пожалуйста, благодарю. А зачем туда идти? Это сестра Лидия. Если там ни одной рыбки нету, никакая тварь не водится. Искушение Бога. А вот священник сказал, что они боятся потерять клиента, который покупает свечи их вонючие. Не надо купаться. Про это, конечно, не написано, и так понятно. Самое проклятое место, где садомиты на дно моря ушли. Более опасного греха нету, святые отцы говорят, более чудовищного. Этих садомитов уничтожал полностью Адольф Алоизович Гитлер и Иосиф Писарёныч Сталин. А мы, верующие, будем еще говорить, что не следует. Вот такой ответ. Так, еще, братья, смелее. У меня вопрос. Так. Хорошо меня слышно? Прекрасно. Вот с батюшкой общаемся, и он задает такой вопрос, что три столпа – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Почему больше всего ссылаются и руководствуются, ссылаются на Иоанна и им руководствуются? То есть какая черта у него характера была? И вот он говорит. Он был скор на отпущение грехов, нежели другие два отца. Любовь у него была к людям, он имел подход к каждому. Ну, то есть, это тут в оправдание, что… Ну, речь была о недостойном причащении и вот всем этом. И, в пример, Иоанн Златоуст, что он был скор на отпущение грехов. Вот Игнать Тихонович, может пояснить? Пояснять мне не надо, потому что вопросом вы уже все изъяснили. Я его насчитывал 12 томов 80-х годов, полностью. Ну, и скажу, что да, так. Речь его более близкая к сегодняшнему пониманию. Учитель покаяния. Он не занимался тем, занимались, чем другие. Вот, на шестодне, в состоянии мира, звезды. Он главное говорил, из любой позиции, он же юрист был по образованию-то. Вот даже где я противостал Петру, он интересно выходит, говорит, это два вала, запряженные в один плуг. Если мы повалим одного вала, то другой как пахать будет? Нам нужно оправдать и Павла, и Петра. Они договорились между собою. Ты на меня нападешь при людях-то, а я промолчу. Они поймут, что если уже Петр молчал, то нам вообще заглохнуть надо. Вот как объясняет. Так что, тут и так понятно. Тем более, переиздавали, писали, и отдельно в царское время издавали большие книги. Она размером в два раза больше нашей. Корочки такие деревянные. Все это, ну, по-серьезному. И называется Златоуст. А там Златоуст и Василий Великий, но больше еще Златоуста. У нас город Златоуст, а Василия Великого нигде нет. Вот поэтому я с ним близко знаком. Вопрос, Игнат Ильич, не в этом, а в том, что Златоуст был скор на отпущение грехов. То есть он всем грехи сразу отпускал, всем прощал. Не разбирал. Не, не так. Абсолютная ложь, стопроцентная. Он говорит, тело мое отдам псам на растерзание, чем недостойно причащающемуся. Вот как. Он более строгий был, чем остальные. А это возводят на клевету на него, лживые люди. Я знаю, о чем говорю. Я составлял симфонии на него, там, как легко найти, потому что на три размера катушек и на какой дорожке все это у меня каталог есть. Он скорб был на расправу. Кого гнали так? Кто противостал своим царям, при которых жили-то? Не один, а Златоуст веревкой за шею тянули, до места ссылки не дошел. Кого монахи вылавливали убить? Его. Такую ненависть вытерпят от всех. Почему? Потому что Прокол, когда молился, у него был секретарь, следующий за ним станет, патриархом. То он молился, Господи, покажи, где он. Ну и Господь сделал, что он все увидел в царстве. И Златоуста нигде нет в царстве небесном. Он запечалился, но ему был ответ. Его нет здесь. Он прямо перед престолом Всечестной Троицы. Проходит тройственный свет. Там. Вот какое даже было. Это описано в житиях. Вот почему его больше всех любят. Которые угнетали народ. Говорят, ты не проповедуешь, а только ругаешь нас. Когда ты перестанешь нападать на нас. Пока вы перестанете, не перестанете нападать на бедных. Вот почему. Почему его народ любит. Я говорю, знаю что. Так что, что сказали, выбросьте из головы это. Он до причастия стоял намертво. Если кто клянется, никто столько проповедений сказал. Я могу сказать, примерно в 14 местах, только в одном томе. У меня там все написано. Клятва. Где об этом говорится. Кто клянется, я запрещаю через порог храма переходить. И я, говорит, не отойду, пока не истреблю этот грех. Вот как он стоял. А кто против говорил, Василий Великий, Григорий Богослов. Вот, оказывается, один златоуст. И какую тему не возьми, только он громил это. Он не смотрел, что это царица. Что над ней Аркадий безвольный. Он прямо говорил, опять беснуется Эрдиада, ищет головы Иоанновой. Когда вернулся из первой ссылки. Ну, и она бесновалась. Это был герой. Вот весь ответ. То есть, это был самый строгий святой отец? Да, самый строгий. Более строгого не было. Тело мое отдам псам, собакам. Но не дам недостойно причащающимися. Литургия чья, главное? Иоанна Златоуста. А Василий Великий, он там более пространно говорил. Но даже не об этом речь идет-то. Где он с кем-то боролся за кого? А он не смотрел, закон какой был. Она зашла, дорогой шла, и виноградник. Ну, захотелось, она руку протянула. Это чужой виноградник. Но она только руку через ограду перетянула. Сариса. Закон такой, что этот виноградник принадлежит ей. Она в свой виноградник пришла. А тут за этот она заплатит денег. Но там наследственный был виноградник такой. И отняла царица. И Златоус громил ее там и хвост, и в гриву. Никому не шли. И он ни самого малого дела не оставлял, чтобы оно было забыто. Вот он идет, готовится к проповеди, пишет. Готовая проповедь. Вот у меня сколько готовился. И в самый последний момент сегодня я еще два момента прислонил. И открыл Господь мне еще на две проповеди, на этот стих 16-15 марка. Следите по всему миру и проповедуйте. И теперь буду говорить о пути. И с чем снабжение были. Это две проповеди уже готовы. Вот у него такой. Я у него научился. Почему мне прозвище такое дали? Статьи писали везде. Златоус, который строительный. Для слова Божия нет уст там есть. Таким я себя не считаю. Ну, это советская власть меня так обозвала. Поэтому забудьте, что сказали. Все, я слушаю. Игнатий Тихонович, вопрос Нина задает в чате. Она пишет, спрашивает. Женщина не была замужем официально, но жила с другими и родила ребенка от разведенного не за прелюбодеяние и живет с ним вместе, так как ребенок общий. Что из этой ситуации теперь делать? Это вообще. Я до конца и не понял, кто на ком стоит. Как Филипп Филиппович говорил. Ну, все уже понятно, раз вопрос задают. Грех не венчанный. Кто-то с кем-то там, от кого-то. Сошлись блудники в одном месте. Прелюбодеи. И что старый спрашивает? Нам разбирать это не надо. Это вне церкви. Весь мир этим живет. Вы же в шестом классе ее называют на вторую букву алфавита. Вот и ответ. Не тратьте на это время. Гнусно. Дети это свидетели разврата родителей. Я уже говорил сегодня об этом. Это Примуза Соломона пишет. Дети суть свидетели разврата. Больше ничего нет. И корень их не укоренится. Там подробно все написано. Слушаю. Дальше. Вот в интернете ходит такое, что на просторах интернета. Там написано, что Дед Мороз это очень злое славянское божество. И вот там факты приводятся о Деде Морозе. И в другом месте сказано, что Дед Мороз и Санта-Клаус это не одно и то же. Не одно. Дед Мороз это злой дух, а Санта-Клаус это Святой Николай. Правильно. И вот в связи с этим вопрос. Вопрос. Можно таким материалом делиться? Спрашивает одна сестра. Когда говорю, что Новый год это языческий праздник. И Дед Мороз это злой дух, которому приносили в жертву девочку. Ну Новый год какое отношение имеет? Это астрономическая цифра. И притом 1 марта считался Новый год. С 1 сентября меняли сколько раз? Ну Петр Первый так сказал. Нам разницы нет. Никакой это не праздник. Как было, так и есть. Поздравляют с Новым годом. А самые пьяные вчера только не знают, кто с тем спал. Безобразники. Для нас это никакой, ничего в этом нет. Только благодарственным молебеном мы можем. Батюшка нас считает. Мы благодарим Бога, что за этот месяц, за этот год было сделано. Где Бог благословлял нас. Если никакой, а Дед Мороз, там Снегурка, там они говорят. Ну народные сказки. А что там язычество где-то знали, не знаю. Я это даже, ну и так понятно. Старый пришел с корзиной, там с мешком. Дает там какие-то подарки. Дети это любят. Нам же, чтобы близко не было. Да, сказали язычество. Ну пусть язычество будет. От этого лучше не делается. Все, слушаю. Но лучше, наверное, не распространять. Лучше, наверное, не распространять, да, этот ролик-то? Зачем он нужен? А зачем он нужен там? Зачем? Мусульмане это считают за язычество. И один парень ходил, надел на себя маску, бороду. Ему сказали, не делай. Его молодежь захватила в подъезде и сразу зарезали. Ну вот сколько писали об этом. Все, больше ни один не пошел. Это серьезные люди. По-своему. Вот я сколько... А вот еще один вопрос. Я хотел сказать относительно мусульман. Мусульман, сколько я не встречался, лично, у меня не было близко знакомых, плохих людей. Вот Бог так делает. Вот кто знает, моя переписка с Самирой. Это жена Мулы, где у нас остановка была в Баку, в Азербайджан. Она идет по всему городу, где идем, она руками сплеснет знакомого. Вы знаете, ко мне отец мой приехал духовно. Это учитель мой. Садимся на автобусе там, а на одной скамейке-то вам, на одном сиденье-то нельзя. Нет, отец Игнатий, нет. Идем, а тут парапет так высоко, там земля подсыпана. И молодежь сидит там, ногами болтает. Она останавливается. Отец Игнатий, расскажите им о Христе. Я говорю, да они же по-русски-то не знают. Знают. А что они знают, я переведу. Вот как. Жена Мулы. Пусть кто-нибудь скажет, что такие отношения у него были с ними. Вот так. И как я там молился у них в мечети. Как они меня окружили. А у них между двумя намазами промежуток был. И вот они возле стенки сидят. У одного там мальчишка, там лет восемь. Женщина туда не заходит. Она меня довела до туда, а сама там с той стороны, там женская, где-то на низу. Вот они, видно, суровые воины сидят. Я три поклона, и последний поклон в землю головой. Вот как они становятся-то. Ну, у нас такой же поклон. С поклонами сделал. Когда я встал, они вокруг меня, кольца в три стоят. Когда я начал говорить, вот надо было видеть. Они мне по плечу хлопают, радостные, веселые. Давай вспоминать, кто где учился. Военный был. Первая встреча. И мы уже друг друга знаем. Принесли мы, книги там отдавали-то. В другом городе. Ну, и по беседе-то не в Азербайджане, а здесь уже в Союзе где. Ну, а вы боблитекарь, мужчина. Я говорю, мы шли, тут стрелка, и написано, комната для намаза. Замок висит. Можно нам там помолиться? Он говорит, вопросов нет. Он трубку взял. Мы только через порог уже открыли. Мы разулись, как положено, и съемку сделали. И молились за мир, за радость, чтобы люди Бога познали. Может, нас там они записывали, мы не знаем. Вот я рассказываю, когда, но это дело Божие. Только вышли. А где-то мы спрашивали сначала, где библиотека. А те люди нас перестрели. И давай к себе заворачивать нас в магазине. Вот завели в магазин. Он говорит, берите, что вам нравится. Ой-ой-ой. Да что же это такое? Я говорю, мы не едим молотно. Там сыр возьмите. Нет. Я говорю, помидоры бы мы взяли, лепешка, лаваш. Они нам там дали, сфотографировались, потом я фотографии им послал. Узнали, что мы им приехали. Книги привезли. Да они не разговаривают. Мусульмане обман. Когда мы приехали в Чечню, в Грозный. Уже отстроено. Ну и спросили дорогу, это где библиотека. Нам библиотека нужна. Молодежь прямо, давайте там, за нами показывает где. А которая библиотекарь, а у них, говорит, там министр образования приехал, кажется. Так она их с собрания выдернула. Мы с ними поближе познакомились. Все они одеты в платках. Такие красавицы. Сфотографировались на память. Вот. Вот мусульмане. У меня благодарность в Писине видят Рамзана Ахматовича Кадырова. Ох. И поэтому у меня ни милиция, нигде не было. Военные. Мы там прорвались в Пренестровье-то. Дальше дорога перекрытая. Прикрытые сеткой танки стоят. Вы куда ездите? Как вы проехали? А нас никто не задерживал. А вам куда надо? Да нам на Кишинев. Так. Кто такие? Мы проверили. Они сразу. Так. Едут такие-то. Дать свободу. Не задерживать их. И мы проехали все. Военные нарвались-то. Куда? Мы можем рассказать, где еще. Даже нет разговора. Я могу таких историй за сколько рассказать. И это миссионерское путешествие было. Я к ней буду готовиться, сказать. Вот это 16-15. Я уже две проповеди сказал. Сначала какие последствия, когда они идут проповедовать. И второе основа, как предупредить, вперед сказать надо, подготовить почву. Видишь как? Ну и если Господь позволит, еще несколько проповедей будет на тему эту. Что с собой брать? Это тема. И как за свидетельство путешествия? Путешествие. И по любому вопросу я могу сказать то, что мы это пережили. Мы проехали 120 тысяч километров. Это три раза по экватору земной шар обогнули. Когда на восток ехали, у нас каждый день получалось 1030 километров. 13 дней 1030. С места мы все выезжали в 2 часа ночи. В 2. Два миссионера, проповедника и шофер. Но один из проповедников одновременно и шофер. И вот как мы ехали. Нам есть что показать. Наша тема, о которой я говорю, она нами пройдена. А кто это может показать? Ну кто покажет-то? 650 библиотек только получили от нас подарок на 35 миллионов рублей. Что он даст, когда у него ничего нет? А были препятствия какие? Мы их даже не видели. Вот как. И надо было готовить, сколько брать с собой, взвешивать на одного человека. Едем на полтора месяца, допустим. Какую машину купить, Газель? Все это было обдумано. Мы слушали советы. И рядом живет там Игорь Валентинович Глушков. И он говорит, Газель. Семь человек могут садиться. Груза пассажирская. И тонна, почти тонна груза. Вот даже мы в этом вопросе можем теперь любому показать. А то в Германию не ездите. У вас машина, это Газель. Там из нее газ такой идет, вас сразу остановят. Ночевать только в гостинице. На нас пробовали, подъехали, у нас собака. Собака тяпкнула, полиция сразу уехала, и все. Нам нигде никто не помешал. Нигде. В одном месте только документы взяли, что-то им от нас надо было. Ну и я тогда пошел, не отдают. Я говорю, все, выглазьте. Мы встали, тут жектор у них бьет граница с одного государства в другое. Давайте молиться. Подняли руки. В кабину. Задернули. Сейчас они прибегут. Маленько поглядим, там дежурная бежит. Вот ваши паспорта. Я говорю, не пойдет. Били принародное, хотите отпустить? Где этот, который задержал нас военной-то? Ну нет, его, дорога одна у него к милу проехали. Он спрятался. Но маленько попугали, да и поехали. То есть, что ни коснись, у нас все это было. Не имея опыта, я узнавал каждое государство, какие там порядки, все это печатал. А я переплетчик переплел. Ну у меня своя вот такая была. Ни разу не потребовалось смотреть. Мы нигде не нарушали и ничего не потребовалось. Вот как. В Польшу заезжать, там полдня простоишь. Не больше десяти минут. Там прошли. Вот как. Я подарил книги, какие там, папе Франциску и Венедикту, двум папам в Ватикане. Вот как. Дошли до Португалии, от Тихого до Атлантического океана. И везде вот так еще баражировали. Слушаю дальше. Вопросы. Никогда не надо бояться. Я всегда задаю один вопрос. Кто-нибудь это делал? И мне скажут, кто-то делал сто лет назад. Я уже принимаюсь. А если никто не делал, время потратим пока на молитву. Не знаю, выполнимо или невыполнимо. Один вопрос только. Хоть кто-то когда-то где-то это делал, он сделал, а почему я не сделаю? И мы начинаем молиться. И вернулись здоровые. Хотя машина в Швеции сломалась. Из Ульяновска там какая-то деталь. Горючее гонят. Шестеренка сломалась. Они, когда мы были там в Нижнем Новгороде, откуда машина вышла, они говорят, не наше это. И как они нас узнали, кто мы? Тащат тут ресторан. Принесли бесплатно накормить. Мы говорим, не едим, сегодня пятница. А что можно? Такое. Они побежали, скажут, ну, кого так встречают-то? А вот машину нашу, они там снимают, ставят там, что надо. Это Бог делает так. Вот рассказываешь, когда сказка какая. Мы толкемся около дверей-то. Предприятие-то большое. Там несколько этажей, пять. Но нам сказали, вы маленько посторонитесь. Люди на работу идут. Мы вышли рядом деревья и стали молиться. Нам нужен директор, главный архитектор, или как там, инженер, главный там, механик-то. Мы помолились, злода открыли. Перед нами стоит начальство. Это вы ищите нас. Что хотели? Это Бог делает так. Мы даже их не искали. Мы только молились, они перед нами уже стоят. Вот как. Вот живой-то здесь Виктор Николаевич. Вот. Савченко. Его можете спросить. Кто-то, может, и не верит, что рассказываю. Ну, давайте. Вопросы. А то еще один случай расскажу. В Германию едем, а у Виктора Николаевича у него по темноту, он в очках, ну, слабо видит. И тут большой обрыв, а он даже не видел, прямо рядом сразу тррр. Машина, полиция. Вы кто такие откуда из советского союза то есть с россии они нас завернули к себе туда где их часть ну и давай проверяйте стекло выдвигается туда фонариком свить они наркоманов ждали кто-то предупредил нет ничего мы с ними сфотографировались они узнали где позвонили валентине с артисон это я не дождусь где они они машина вперед и мы за ней вот как первый раз видим такая благодарность на их там какая команда поли полиция то узнал где и направил фотографии послал 1 видимо из этой же полиции но молодая совсем стояла и все усмехалась а то немцы они такие хорошие люди немцы хорошие если я к богу не обратился то язык мой помог бы мне так слушаю счета молчание какой-то вопрос такой брат николай спрашивает астахов можно ли по имени называть людей в церкви по имени а как можно по-другому у такой-то то-то сказал сделал собрание верующих так делать где в церкви то не стоят молятся или что или где-то собрание идет нет допустим он говорит один такой-то сказал так-то неправильно и называют имя его ну можете называть он не верит а когда назовет тогда люди верят потому что я ссылаюсь на авторов таких-то то-то то-то сказал это же не запрещается никак если я много читал достоевского или канона специально составлял там три года с ними сидел я прямо здесь ошибка сделана люди там пришли судиться это было у меня в жардан вилле архиерей сидит и там да это было где-то это в нью-йорке прямо было а там судятся претензии а секретарь тогда он будет митрополитом еще капрал вот фамилия капрал будет он как его звать забыл вот ну и эти люди то вышли муж женой то илари он а я ему говорю владыка дак они не правы и вот правило тут гангский собор так говорит в апостольском такая-то статья так а то вы так знаете а я по библии то беседовали они там невиданное дело цитируешь это он тогда их вызвал показал так вы не правы тогда тогда никуда не уходите тут еще пришли жалуются то тут я еще только зашел уже у него там как секретарь у секретаря у меня везде такая радость где бы не попался и везде сгодился где родился в этом и пригодился слушаю дальше и на тихонов что тут не совсем так тут имеется мысль такая можно ли переходить на личности когда какие-то вопросы хочешь решить один сказал так то другой так то имя надо или лучше как говорится не знаю ссор из избы не выносить нет не знаю а как какой ссор предупредили сказали двое трое нет объявить всей церкви всей церкви объявите прямо об этом говорится но если невозможно тут ну такой видишь что человек он только еще злее будет она не говори и так понятно тут надо по обстановке смотреть но нам это не запрещено это не богослужение когда во время службы имена не называются ян затаус говорит имена не называются чтобы не сделать более ожесточенными а когда мы где-то сидим в собрании где-то скажет о ком говорить они не знают я году вот я не говорю рядом сидит мы как-то ну беседовали я говорю следующая тема будет название такое почему я такой вредный у нас игорь глушков уху выходит и говорит а как я узнаю как вы вредно а почему я ты ты говоришь о себе почему такой вредно напиши ты знаешь по сегодняшний день не написал а у меня до слова божия нет уст моя биография там все написано все ошибки другие были где меня даже упрекнули вот такое говорите потеряемки вот тематически тут 123 занятия были да кто туда поедет а я об этом не думаю кто поедет кому я говорю мне важно чтобы они были восхищены в средине господу поэтому это занятия идут люди здесь на улице занятия но и я называю имена фамилии когда нужно знаю если он придирчивый такой не называю ну по такой бывает он уже не понимает даже что делает но все равно люди понимают что тамошние просто говорить боязно я что говорил и случилась страшная трагедия теперь на меня по как вы знали ничего я не знал ну как же не знали ты вы назнаю стихотворение вот кто-то мальчик изломал игрушку кто-то на днях кто-то поставил то ее считали это стихотворение слона там гвоздь забил это на игрушку таким он был вас все только думали из-за в очередной перестрелки застрелили там его но и одна из сестра тут подошла и меня начало пытать а там же написали про нас там у них такой сын а почему решила да потому что мать хариска она мать хариска ну что непонятно то ну дальше что ну дядя вовка ну что я не указал место где и чего он у вас живой еще живой ну я просто стихотворение когда дети не послушай чем они оканчивают но кто-то на днях не два назад выставили то стихотворение то мальчик изломал игрушку так слушаю так вот вопрос еще тогда и на тихо задам вот многие у нас ну бывает такое что обижаются и как простить обиды такой вопрос у меня проповедь есть такая об обиды обида совершенно не христианское слово у нас не может быть потому что обижается над свое я а ты должен самом начале пути его растоптать отвергнись себя отвергнись сбрось какой ты был не знаешь какой возьми бумагу расчерти и начинай писать я такой-то как помнишь и пиши такой-то должен быть таким на две графы напиши и ты увидишь кто ты и вот этого которое обращение было сбрось его один спрашивает я не пойму как он тогда камеловку сорвал этот учитель ты давай топтать вот так а другой так видишь говорит новая могила да я вижу кто тут да тут прокурор говорит похоронен ох и зверь был вот иди ему и скажи все что ты слышал он пошел давай его рассказывать сколько отнял там то то другое там за взятку был ну что молчит так теперь иди похвали с лучшими словами он начал говорить да такие прокуроры один за тысячу лет у нас только был наверное да каждому стремился на помощь и ну что молчит вот таким то и будь как пушкин писал хвалу там что приемли равнодушие не оспаривай глупца вот что это означает и никакой обида никогда нету что значит обида обе обижаешься на что если правду сказали похвали они правду златоуста говорят поцелуй за намерение что он хотел чтобы ты стал лучше за намерение почему василий великий это не сказал не григорий богослов какую тему не возьми какой вопрос не возьми все у златоуста вот как но так как люди стали считать я поклонник златоуста другой я василия великого церковь села их в один день хотя не в разных даже веках жили они не были друзьями и поэтому мы их поминаем и дробление перестало все слушаю дальше и на тихо на честь сейчас вопросов не будет ни у кого тут вот сестра наталья усатая просит зачитать ваше стихотворение на 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 вопрос о том что можно ли называть людей в церкви по именам стихотворение ваше называется ну начинается со слов умышленный ребенок разломал игрушку при спичило коняшке под хвостик заглянуть то из подволь терзает стрекозу лягушку к подошве гвоздь он смастерил слону заметили случайно жареным воняет котелка он живьем сроднил с электроплиткой плоды заголосили мать виноватит няню а виноват отец что не сроднил с молитвой растет как скот без обихода малый допросы наказания минуют квартирные замки не раз ломал он с тем и закончит жизнь свою земную разбойник и наглец теперь молчит отец а раньше восставал когда мальчишка дерзкий хамил учительницы в порточку залез а над сестренкой малой наизголялся зверски здесь столько выходов ступеней у подвала исследователь может рассмотреть на все сигналы образно плевали не применили ни ремня ни плеть молитва от соседей скорее бы ты подох в очередной убили перестрелки и так случилось что услышал бог на пепелище кости обгорелых так стоило ли тужица рожать чтоб досаждал змееныш в аферистах знакомы с ним тюрьма и сторожа одет ему приходится баптистом мать певчая хористка неплохая отец же в дьякона нечаянно попал сын обалдуй до смерти стал паханом за упокой души теперь несут попам быть может померещилась концовка но очень уж похоже так и будет не опоздайте сын ваш в дядю вовку за в кавычках воспитание такое осудит бог осудят бог и люди игнатий тихонович лапкин 25 июля 2004 года вот так ко мне пристала родственницы это же вы про него написали это то другое я говорю тебя что это касается вы довольны что есть но похоронили и все похоронили я написал это я в тот день отдал вам а теперь увидели начали где-то вы же не признавали это мне в одном месте было еду еду ли ребятишки играет на дороге потерявки сделанным песочница в ограде нет здесь я пусть фрутом еду они сиганут туда вы нету обернусь уже опять на дороге ну и все один погиб вот какое дело то надо прислушиваться надо смотреть мне не безразлично что дети играют на проезжей части дороги это не один момент только ну вот так она про эту наталью тууса то она столько выставляет моих там проповедей стихотворений каждый день почти вопросы такие вот сколько у нее четверо детей она за сирийцем и и она говорит что я не будет она как что-то там написала сделано тому ей чтобы смотреть и вспоминать она же приезжала из германии крещение принимала ну кто-то с ней наверно знакомился тут наши встречались и фамилия то усатая давали когда фамилии видимо был там кто-то прадед и и усатые так и назвались а что женщина будет брать фамилию такого никто не додумался и теперь женщина усатая она конечно не усатая это особая тема ваши стихи нужно вчитываться там закона каждой строчке стих писания нужно открывать библию и это так быстро еще и не переваришь это надо постепенно 36 раз надо библию открыть строчка откуда взята мысль ну и другое тут я знаю кто тут игорь владимирович дебунов это чтец такой он с выражением считает и то есть не с первой попытки говорят это называется экстраполяция перенос событий с давности на сегодня и второй этаж лично к читающему ну все наверное да назначать и тогда и найти хорошо молитвенника хорошо нас было здесь много наталья усата написала что это усата девичья фамилия вот наталья усата а сейчас она моисеева у нее уже пять детей 5 детей поправку внесли ну на хорошее отношение она не обидится я еще тут такого не сделал так антоний ермолин здесь здесь сигналите но проповедом достойно или как-то кратко помолитесь в конце прославьте обязательно святую троицу и громко аминь скажите их и кто согласен с молитвой это брат антония говорите аминь молитва делается вашей с богом во имя отца и сына и святого духа аминь достойно есть я кого истину блажите тя богородицу пресноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафим без истления бога слова росшую сущую богородицу тебя величая господи я благодарю тебя за день сегодняшний за все милости и щедроты твои за то что ты слышишь нашу молитву о братьях наших сестрах об общине за учителей наших за наставника геннадий техниче за востребника игоря прошу тебя господи дать нам сил с великой радостью принимать все эти испытания и искушения которые ты не спасаешь нам господи для нашего вразумления за все тебя благодарю славу и воспеваю великолепое имя твое отца и сын и святаго духа ныне и пресно и веки веков аминь 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 спаси христос Аминь, спаси Христос.